В декабре российский рынок традиционно оживляется. Покупатели бегут в автосалоны, а производители выбрасывают на прилавок запоздавшие новинки. Поэтому итог минувшей недели – ноль мировых премьер и уйма русскоязычных пресс-релизов. Рестайлинговый Volkswagen Tiguan выходит на рынок посвежевшим и подешевевшим. Mazda CX-30 обосновалась во Владивостоке и рассекретила весь прайс-лист. Cadillac XT4 доступен к заказу и в гамме есть редкий для этой марки дизель. Hyundai выводит на рынок новейшую Elantra и повышает цены на глубже локализованную Sonata. Китайский Jack готов предложить нам лифтбэк J7. Kia сертифицировала минивэнистый кроссовер Carnival. А еще мы увидели новый российский Renault Duster. Посвежевшую ладу Largus. Подсмотрели сертификат обновленной Нивы и с грустью провожаем в отставку шеф-дизайнера Лады Стива Маттина. Европейские СМИ обсуждают детали альянса Volkswagen и Ford. Его главный итог – легендарное семейство Transporter – вскоре перестанет быть собственной разработкой Volkswagen. Но обо всем по порядку. В далеком 90-м году с выходом поколения Т4 для транспортера началась переднемоторная эра. За 30 лет эволюция дошла до индекса Т6-1. А в следующем году немцы запланировали еще одну радикальную реформу. Новейшие каравеллы и мультивены серии Т7 переедут на легковую платформу MQB, нерассчитанную под грузоперевозки. Нишу фургонов и шасси временно прикроет нынешнее поколение Т6-1, в котором останутся только модификации для доставки грузов. А вот восьмую генерацию коммерческих Volkswagen сделают уже инженеры концерна Ford. Соответственно, к 2024 году Transit Custom станет близнецом транспортера, и выходить они будут из одного роддома – турецкого завода Ford Atasan, которому предстоит пережить модернизацию. Помимо этого, голубой овал возьмет на себя разработку пикапов, а значит, следующий омарок получится братом Ford Ranger. В свою очередь, Volkswagen будет отвечать за проектирование каблучков, то есть запланированный на следующий год Transit Connect станет клоном пятого кэдди. Наконец, Форду приглянулась фольксвагеновская электрическая платформа MEB, которая станет основой будущих батарейных машин для Европы. На этом мировые новости заканчиваются и начинаются российские. Как известно, путь между премьерой и продажами в России лежит через локализацию, которая может затянуться не только на месяцы, но даже на годы. Однако, Volkswagen управился быстро. Их обновленный Tiguan после июльского дебюта уже выходит на рынок. При том, выходит эффектно, с начальной ценой на 50 тысяч рублей меньше, чем было до этого. Так что купить калужский кроссовер с механической коробкой и передним приводом реально за 1 миллион 750 тысяч рублей. В базовой версии имеются трехзонный климат-контроль, светодиодные фары, датчик дождя, плюс обогревы руля и передних сидений. Всего же заготовлены 4 мотора и 4 комплектации, включая подогретое исполнение R-Line стоимостью по 3 миллиона рублей. Продажи машин стартовали, но пока это сплошь бензиновые варианты. Возможно, востребованный дизельный мотор дополнит гамму чуть позже. По сравнению с провальной импортной Mazda 3, локализованный во Владивостоке кроссовер CX-30 выставил куда более привлекательные цены. Так, за базовую комплектацию Drive с механической коробкой просят 1 миллион 620 тысяч рублей. В стартовый набор включены 7 подушек безопасности, медиасистема, светодиодные фары, электропривод ручника и проекционный экран. С шестиступенчатым автоматом доступны лишь более дорогие исполнения ценой ближе к 2 миллионам. Единственный двигатель – двухлитровый атмосферник, а основной привод – передний. Но для двухпедального варианта за 100 тысяч рублей можно заказать трансмиссию 4х4. Притом заказать – не фигура речи, продажи начнутся уже после нового года. Максимально же оснащенная Mazda CX-30 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Еще одна российская премьера этой недели – кроссовер Cadillac XT4. Американская премиум марка не стала демпинговать, а смело назначила минимальную цену в 3 миллиона с четвертью. Для сравнения, близкая по мощности и габаритам Audi Q3 обойдется на полмиллиона рублей дешевле. К наполнению базовой комплектации претензий нет. Есть 8 подушек, двухзонный климат-контроль, основные подогревы, светодиодные фары, неплохая медиасистема, плюс электропривод передних кресел и пятой двери. Помимо двухсотстильного бензинового турбомотора заявлен аналогичный по объему дизель, чуть меньшей мощности. К обеим версиям прилагается 9-ти диапазонный автомат и полный привод. Все машины повезут из-за океана, при том опубликованные цены действуют лишь на предварительно заказанные экземпляры. Видимо, следующие партии будут дороже. Фактически, поставки машин запланированы на январь. Hyundai Sonata давно продается и выпускается в России. Но недавно завод Автотор перешел от крупноузловой сборки на сварку и окраску кузова. Любопытно, что цены после этого не упали, а подросли на 20-70 тысяч рублей, в зависимости от оснащения. Хотя наполнение версий сделалось чуточку более щедрым. Например, второй комплектации Comfort перепали подогрев лобового стекла и электромеханический привод ручника. Из-за этого средняя версия Elegance была исключена из гаммы. Кроме того, уровни оснащения, наконец, отвязаны от объема двигателя. Комплектация Comfort теперь сочетается с мотором 2.5. А значит, Sonata с этим агрегатом стала доступнее на 80 тысяч. Логика ценообразования теперь совсем прозрачна. За более мощный двигатель надо доплачивать ровно 100 тысяч рублей. Параллельно российское представительство Hyundai навесило ценники на седьмую Elantra. Седан стал крупнее, богаче и дороже почти на 100 тысяч рублей. Впрочем, корейцы не стали жадничать и в комплектацию Base включили 4 подушки безопасности, 8-дюймовый экран медиа-системы, камеру заднего вида и датчик света. И это не считая подогрева передних сидений и рулевого колеса. Хотя главным хитом должно стать исполнение Active. В него добавлены двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика и датчик дождя. Продолжают список подогрев задних сидений, 16-дюймовые литые колеса и круиз-контроль. Начиная со второй комплектации доступен не только начальный двигатель 1.6, но и двухлитровый атмосферник из нового семейства SmartStream. Обоим моторам помогает шестидиапазонный автомат, а от механики решено отказаться. Как было анонсировано заранее, пока купить Elandro можно только через онлайн-платформу. Там же должен продаваться и новый кроссовер Perisade. Однако ни одной машины сейчас нет. Видимо, первый тираж уже разобран. В уходящем году марка Kia сотворила нечто новое. На смену модели Carnival пришел не просто минивэн, а Grand Utility Vehicle. То есть большой утилитарный автомобиль. Сами корейцы также именуют новинку кроссвеном. И действительно, в новом формате этот Kia с длинным капотом и большими колесами напоминает кроссовер. Из России Carnival сбежал еще во втором поколении, 10 лет назад, а вернется уже в четвертом. Сертификация завершена и премьера назначена на начало будущего года. Нам предложат бензиновый и дизельный моторы, передний привод и 8-диапазонный автомат. Марка Джак, за которой скрывается государственная компания Аньхуэй Дзянхуай Automobile, из города Хэфэй, более-менее известна в России своими грузовиками. Хотя недавно китайцы вывели электрический хэтчбэк со сложным названием IEV-7S. А теперь компания из Хэфэя презентует лифтбэк J7, интернет-презентацию которого провела выпускница фабрики Звезд 3 Ирина Оркман. По габаритам Джак J7 крупнее Шкоды Октавии, хотя скорее на него обратят внимание потенциальные покупатели Рапида. Единственный двигатель – полуторалитровый турбомотор, с которым могут работать механика или вариатор. В базовую комплектацию за 900 тысяч рублей включены медиасистема, светодиодная оптика, виртуальная приборка, но не регулировка руля по наклону. Отверточную сборку машин наладили в Казахстане. У дилеров они появятся до конца декабря. Потомков Fiat 124 Волжский завод штамповал 42 года. Из 50 лет своей истории. Похожая судьба, очевидно, ждет Lada Largus. Оригинальная дача Logan MCV дебютировала еще в 2006 году. Спустя 6 лет универсал локализовали в России под именем Lada Largus. И первую модернизацию в качестве Lada ветеран заслужил только сейчас. Известно, что обновленные машины уже покидают конвейер. Но АвтоВАЗ опубликовал лишь единственный снимок Largus Cross. Иллюстрация подтверждает уже раскрытые шпионами факты. Получился гибрид. На оригинальный кузов первого Logan навесили фары, капот и крылья от второго Logan. А вот бампер – свой собственный, в духе других моделей Lada. Видов сзади и фотографий интерьера пока нет. Хотя мы точно знаем, что передней панелью поделится родственный Renault Duster. Сзади автомобиль-долгожитель, вероятно, не изменится вовсе. В таком виде фургоны и универсалы будут выпускаться еще лет 5-6, а то и дольше. Ведь даже до обновления перелицованный Logan MCV был третий по популярности Lada. Если свежий Largus встает на конвейер, то автомобили Datsun его покидают. АвтоВАЗ окончательно прекратил сборку седанов OnDo и хатчбэков MiDo. Напомним, что за последние 6 лет в Тольятти под маркой Datsun выпустили 145 тысяч перелицованных Grand и Kalin. С нового года за гарантийное обслуживание и продажу запчастей будут отвечать продавцы Ниссанов. Хотя логичнее было бы поручить это дилерам Lada. Еще одна загадка – судьба кроссовера, который японская марка пыталась сотворить из старого Duster. Если проект таки дойдет до стадии выпуска, то предстанет на рынке как Ниссан. А вот сам Duster в России наконец перейдет во второе поколение, которое в Европе вышло еще три года назад. Московский офис Renault опубликовал лишь фотографии экстерьера, а заодно раскрыл габариты, подчеркнув величину дорожного просвета – 21 см. Интересно, что для России менять оформление кузова не стали. К нам придет точно такая же машина, что продается и в Европе. Хотя бразильская версия? Взгляните на экран. Нашей публике понравилось бы больше. Технически новый Duster скопирует начинку Arkana и Captura. То есть базовым останется двигатель 1.6 с механической коробкой или вариатором. А вместо двухлитрового атмосферника и четырехступенчатого автомата мы ждем турбомотор и вариатор. Салон, вероятно, будет таким же, как у Arkana. Поначалу Duster стартует на московском заводе Renault. Но последующий переезд на одну из площадок АвтоВАЗа вполне вероятен. О грядущем рестайлинге Lada Niva, которую готовил еще GM АвтоВАЗ, мы уже рассказывали. Фотошпионы сорвали многоэтапную премьеру, однако теплилась надежда, что автогигант припас козырь, модернизированную начинку. Но, похоже, в рукаве пусто. Судя по сертификату одобрения типа, силовой агрегат останется прежним. А единственная загадка, почему вдруг документы оформлены на четырех- и пятиместную версии машины. Но более тревожная новость – смена шеф-дизайнера Lada. Вице-президент АвтоВАЗа Стив Маттин покидает компанию. По официальной версии, англичанин решил сфокусироваться на личной жизни и сделать паузу в работе. Для нас Стив Маттин больше известен как автор Lada Vesta, хотя раньше он работал на Mercedes-Benz и Volvo. В Россию Стива пригласил тогдашний глава АвтоВАЗа Игорь Комаров. По легенде, дизайнер и президент случайно встретились на Женевском автосалоне 2011 года. И Комаров сделал Маттину предложение, от которого было невозможно отказаться. Впрочем, платили британцу не за просто так. Именно он заново создал фирменный стиль Lada и даже сделал X-Mana личным брендом. В соцсетях есть множество фотографий, где отец X-Face фотографируется, раскинув руки и ноги в прыжке. «У русского автомобильного дизайна плохая репутация», — говорил Маттин. Однако искренне восхищался классической Нивой. Больше всего англичанина зацепило оформление передка, когда решетка радиатора будто обхватывала фары. Но первый же концепт X-Ray обошелся без вторичных ретромотивов. Буквально за несколько месяцев Маттин придумал ставший знаменитым X-Face, который затем перенес на боковины. Что будет дальше? Маттин останется советником президента АвтоВАЗа. Ива Каракадзаниса. Но с 1 января рулить дизайном Lada теперь будет француз Жан-Филипп Салар, который работал в Румынии и нарисовал второй Дастер и третий Логан. Эти машины нам пока неизвестны, а вот внешность созданной им Арканы мы успели разглядеть во всех подробностях. Очевидно, что рестайлинг Весты, запланированный на вторую половину следующего года, состоится по программе, прописанной Маттином. А вот дизайн будущей Нивы, наверняка почти готовый, предстоит утвердить уже Солару. Так что концепт, показанный на московском автосалоне 2018 года, может оказаться далек от серийного воплощения.